Всем привет! Сегодня я хочу вам представить снова креативную стрижку с предварительным, конечно же, окрашиванием волос. Вот такая вот у меня пришла девушка-модель. Мы покрасили волосы ей премиальным красителем Goldwell. Покрасила я корни и, как видите, эмульгирую в моечке, как бы для того, чтобы немного выровнять цвет. Ну и дальше, конечно же, приступаем к стрижке, к самой. Вы увидели, я вам показала разделение на блоки, как мы с вами стрижем. И приступаем к стрижку с нижней затылочной зоны. У нас с вами... Я тут схематично, как всегда, вам набросала уж, извините, что такие линии. Никак пока не научусь пользоваться какими-то программами, которые мне помогают создавать прямые линии. Что-то у меня с техникой я не очень дружу. Поэтому пока вам рисую пальчиком, но я думаю, что все понятно. Если кто-то чего-то мне может посоветовать, с какими программами лучше пользоваться, какие мало весят в телефоне, чтобы я могла вам редактировать более подробно. Значит так, приступим. Мы с вами отделили нижний блок, как вы видели, и отделили у нас с вами пробор. Вы подтягиваете все на уровне пробора, то есть у нас 90 к голове получается натяжение. И срез у нас с вами будет повторять форму головы. Затем мы с вами делаем окантовку, то есть выравниваем низ. Окантовку, как вы видите, я опять же стригу зубчиками, чтобы создать все-таки более мягкие эффекты, чтобы не было топорика, топорного среза. Эта стрижка все-таки достаточно легкая, будет рваненькая. Вы увидите, такая структурная, поэтому не надо делать топорик. Машинка здесь ни в коем случае для доработки не нужна. Для чего мы с вами делаем первую линию среза? Именно как бы так. Для того, чтобы создать изгиб шеи. То есть вот когда мы с вами простригли, поднимая все к первому пробору нашему волосы, у нас с вами получится треугольничек. И вы сейчас, я вам его покажу, именно уже когда мы с вами отделили второй ряд для стрижки. Для второго ряда мы с вами делим опять контрольную прядь по центру. И вот видите, я вам пальчиком показываю, что у меня есть треугольничек, который я простригла с нижней затылочной зоны. Видите, вот он он. Вот я вам показала. И это у нас с вами теперь основная, как бы основная точка, да, от которой мы с вами будем дальше стричь. Дальше у нас с вами идет уже стрижка под углом 45 градусов. Первый у нас с вами пробор у нас идет перпендикулярно полу. И как вы видите, дальше проборы я все делаю по диагонали переходим. У нас с вами центральный пробор, который мы основной сделали, это у нас является контрольной прядью. И дальше все уже проборчики, как вы видите, мы простригаем по диагонали. Прядь у нас контрольная, переходящая. Вот посмотрите, видите, я делю. Контрольная прядь переходящая. И только самая последняя прядь за ушком мы с вами подтягиваем к предыдущей пряди. Посмотрите, вот видите, раз подтянула. Для чего я это делаю? Мы не открываем ушки. Поэтому мне нужно небольшое легкое удлинение. Но прядь у меня переходящая, как в равномерной стрижке. После того, когда вы простригли этот блок, мы с вами поднимаем волосы на уровне нашего пробора. Натяжение у нас будет 90 к пробору. Видите, перпендикулярный к пробору. И мы с вами делаем таким образом проверку. У нас с вами должно быть как бы повторение формы головы. Но уголки у нас с вами должны остаться подлинней. После того, когда вы проверили в плоскости, плоскости параллельной полу, мы с вами стригли, как вы помните, диагональными проборами в одну сторону. Теперь дальше мы делаем проверку диагональными проборами в другую сторону. Это обязательное условие для того, чтобы стрижка у вас была более четкой. Для того, чтобы клиент дома не укладывал ее. Потому что только такие, когда вы четко все простригаете стрижки, клиент не мучается дома с укладкой, а практически высушивает волосы и все. И стрижка у нас с вами готова, укладка готова. И клиент очень доволен. То есть, если вы во всех плоскостях будете проверять свою работу, то и результат будет лучше. Еще раз вам напомню, чем мельче пробор мы берем тоньше, тем у нас более точная стрижка. Ну и следующий блок мы с вами повторяем так же, как и предыдущий. То есть, у нас с вами натяжение 90, угол среза 45. Я вам сейчас покажу. То есть, мы с вами продлеваем, вот я показываю, ту линию, которую мы уже создали. Вот она линия, и мы ее с вами продлеваем. То есть, так у нас с вами стригутся градуированные формы. Вот, видите, я еще раз показала. Дальше у нас с вами по центру, естественно, это наш КП, контрольная наша прядь. Она была у нас перпендикулярна к голове. Теперь мы с вами переходим на диагональные проборы. Для чего? Как вы видели, я вам показала, что у меня уже есть две контрольные пряди. Одна сверху получается, вторая снизу. Это простриженные. И чтобы их видеть, не надо изгибаться. Для этого мне нужен диагональный пробор. Этими проборами гораздо легче работать, потому что вы всегда видите пряди свои контрольные. Они у вас не убегают. Не надо выискивать. И легко как бы соединять. И последняя прядка мы подтягиваем. Вы видели, у нас, значит, переходящая прядь. Еще раз повторю, контрольная. Вот, посмотрите, когда у нас с вами такой вот идет переход, то, естественно, прядь за ушком, она идет немножко длиннее. Вот, я вам показываю. Длиннее, чем у нас сама центральная контрольная прядь. И, конечно же, зеркалем. Лево-право мы стрижем с вами одинаково. Натяжение у нас с вами 90 всегда. Срез идет под 45. Опять прострегаете переходящими проборами. И уже последнее за ушком, опять же, подтягиваем к нашей контрольной пряди. Вот, подтянула. Схему я не меняю, как вы видите. Схема одна и та же. Мы с вами все время делаем проверки. После того, когда простригли эту очередную зону, этот блок, опять же, делаем проверку. Вот. Ну, смотрите. По поводу красителей. Вы меня спрашиваете, чем я крашу. Я крашу, конечно же, всеми красками. Все зависит от финансовой возможности клиента. Тут главное не какой бренд, скорее всего, а как вы умеете красить правильно. Потому что можно испортить волосы краской, можно не испортить. То есть, если вы четко соблюдаете инструкции, добавляете всякие защитные компоненты. Если вы вспомните, я вам показала в самом начале фотографию, чем я свою девушку красила, я добавляю в краситель кератин Лаун Лап. Если, например, девушка, как бы, ну, скажем так, ой, у меня такие хорошие волосы. Знаете, бывают у нас такие люди, что ни копейки лишние заплатить не хотят. И просто говорят, нам ничего добавлять не надо. Я тогда использую средства от Constant Delight. Мусс у них такой есть с зародышем, по-моему, пшеницы. Он тоже немного снимает аммиачность. То есть, он немного, как бы, защищает волосы. Он менее, конечно, дорогой. Так что вы можете тоже его использовать. Ну, наверное, я в каких-нибудь видео вам его покажу. Потому что что-то я про него забыла вам показать. Я все время добавляю Лауну, потому что у меня уже клиенты привыкли. Я, то есть, добавляю кератин. А это средство тоже неплохое. Тоже все-таки уменьшает, как бы, нагрузку на волосы. Как вы видите, следующий блок мы простригаем точно так же. Я просто отвлеклась, да, на краски. Краски. Какие, значит, что я брала? Значит, у моей девушки 11 ряд. Называется бренд-краситель Goldwell. Использую я аммиачный краситель Topshik. Вот конкретно в ее случае. 11 ряд я смешивала А и П. Пропорция, ну, естественно, каждого свои. Добавляю также я микс тона для того, чтобы нейтрализовать, заранее убрать все. Но фотография, как вы видите, в мокром виде не очень передает. Цвет, конечно же, получился шикарный. Он получается бежевый, холодный у нее. Очень ей идет. Видите, сейчас уже проверка после того, когда простригли блок. Я не ленюсь. Каждую простриженную зону обязательно я проверяю. Видите, обязательная проверка во всех плоскостях. Проверили. И обратите внимание, как я работаю расческой. Я стригла мелкими частыми зубчиками. О, посмотрите, видите, показываю, что уже в мокром виде. А какой уже объем у девушки получается, если вы правильно создаете грандуировку. Продолжаю по поводу расчески. И когда уже идут у меня неточные натяжения, видите, я использую уже широкие зубцы на расческе. Поэтому, конечно же, я рекомендую использовать вам двухсторонние расчески, чтобы не травмировать волосы, лишний раз натяжение не делать. Потому что иногда бывает не очень приятно клиентам, когда вы натягиваете. Когда вам нужен точный срез, тогда точное натяжение требуется. Для этого вы используете мелкие частые зубчики. Ну, а когда, вот видите, я вам показываю. Сейчас я натяжение. Видите, у меня точное натяжение. И, соответственно, мелкие редкие зубчики. Ну, а уже при филировках, при доработках я использую тогда крупные, чтобы лишний раз не травмировать девушку. Опа, смотрите. Вот как вы должны работать, чтобы клиент расслаблялся в ваших ручках и просто засыпал, вырубался. Всегда, конечно, приятно. Как вы помните, у нас в голове нервные окончания. Когда мы с вами подтягиваем волосы, причесываем, мы работаем с нервными окончаниями. И клиенту это очень приятно. И он просто засыпает, вырубается. Тем более наш такой ритм, такая жизнь. Так что не обращайте внимания на это. Старайтесь просто работать аккуратно, чтобы не обрезать ни себя, ни клиента. Будьте просто внимательны и понимайте, что люди иногда засыпают, сидя на одном месте без движения. Значит, по поводу обучения. Да, я провожу обучение. Я обучаю и по колористике, обучаю по стрижкам. Вообще не вопрос вечерней прически. Все, что хотите. Всю теорию мы с вами проходим онлайн, если вы не хотите ехать и не хотите контактов. Онлайн я лично преподаю. То есть я даю не запись. Я разбираю с вами все лично. В описании под видео я вам дала ссылку на кератин. Если кого-то кератин интересует, задавайте вопрос, я расскажу, как работать с ним. И дала вам код на скидку, если вас тоже он заинтересует. Тем временем я перешла уже к зоне макушки, как вы видите. И первую отделенную прядь я простригаю, встригаю в нашу стрижку, которую мы с вами сделали. То есть в нашу градуированную форму. Вот опять же показала две контрольные, которые я соединяю. И здесь у меня идет натяжение, как вы видите, все к центру. Я не зарезаю эту линию. То есть она у меня потом будет дорабатываться, потом мы с вами будем вводить ее в виски. Но сейчас она у нас с вами идет на удлинение. Также по диагональке все. Стрижем. Проверка такая же, обязательная. Все, видите, хорошо видно. Мне помогал муж моей модели. Так что съемки сегодня даже, видите, со всех ракурсов, с перемещениями. Не забываем делать проверки все время. Стригли диагональкой, повторю вам в одну сторону. Проверки делаем. Диагональка у нас с вами идет в другую сторону. Как вы видите, я проверки делаю зубчатым срезом. Называется он у нас поинтинг. Глубокий поинтинг. Ну и все, переходим мы с вами к макушке. Здесь у нас с вами отделяется, опять же, по центру прядь. Натяжение 90 к голове. Видите, вот я вам показала. Я взяла теперь контрольную прядочку с зоной, которую только что простригла. Вот, обратите внимание, видите, вот она. И я теперь буду создавать, то есть я буду повторять форму головы. То есть у нас с вами здесь идет равномерная форма. Я повторяю еще раз говорю форму головы. Натяжение 90, срез 90. Дальше мы с вами переходим, опять же, на диагональку. И подтягиваем все к нашей центральной прядке. Вот, обратите внимание, я повторяю. Опять же, 90 натяжение к голове, срез 90. Диагональные проборы подтягиваем к нашему центральному пробору, то есть к нашей контрольной пряди. Зеркалим с той стороны, с левой. Не ленитесь, пожалуйста, делайте маленькие проборчики для точной стрижки, для точности. Идите маленькими шагами, потому что форму головы тоже надо повторить маленькими шагами. Так как она у нас имеет все-таки овальную форму. Так как мы подтягивали с вами все к центру, поэтому проверка у меня, как вы видите, все пряди я подтянула к центральному нашему пробору и просто глубоким пойнтингом дорабатываю. Для того, чтобы проверить себя, хорошо ли вы простригли, вот я вам показываю, у меня получилось все отлично. Но на всякий случай я все равно прорабатываю глубоким пойнтингом нашу верхнюю линию, которая будет у нас опять же контрольной прядью для топ-зоны. Вот сейчас мы с вами переходим уже к височку. Здесь я сразу делю, как вы видите, диагональным пробором. Отделяете простриженную зону нашу с макушки. И мы с вами здесь должны соединить. Обратите внимание, как я беру прядки. Лево-право я буду простригать по-разному, поэтому здесь обязательно сейчас внимательно смотрите. Я делаю проборы, как вы видите, диагональные. Центр у меня идет от макушки, там контрольная прядка. И посмотрите, как я выворачиваю пальчики. Для чего? То есть в данном случае я хочу оставить удлиненный низ, но сделать покороче верхнюю линию к лицу. И вот когда вы перехватываете вот таким вот образом прядку, внимательно смотрите, как. Видите, у нас с вами так и получается. Нижняя линия у нас с вами длинненькая, которая лежит, окантовка. А верхняя у нас с вами короче. Это дает большую структурность, больший объем. То есть получается линия более легкая у лица. После того вы, естественно, доработать должны саму линию к лицу, чтобы у вас там какие-то лишние волосики не торчали. Вот, посмотрите. Видите, какая она получается? Красивая линия. И переходим с вами на левую сторону. Также мы берем контрольную прядь пробором за ушко. И к ней сейчас будем все подтягивать. Вот я вам показала контрольную прядь за ушком, которая была уже прострижена на затылке. Здесь также у нас идут диагональные проборы. Но посмотрите постановку руки. Здесь у меня с вами идут переходящие пряди КП. Сейчас немножко над ушком. Посмотрите. Следующий пробор у меня опять переходящий, как вы обратили внимание. Вот, причесала. Дальше разделила. Опять перешла. То есть у нас с вами левый пробор, у нас будет, левый висок будет длиннее, чем правый висок. И вот видите, последнюю прядку я подтянула к предыдущей. Что это дает? Это дает удлинение. Удлинение именно в зоне топ и у лица челки. У меня будет асимметричная челка. И постановка ручки. Видите, какое у меня натяжение? Я пальчики не выворачиваю, как на правой стороне. И обратите внимание, насколько длиннее у нас получается именно окантовочная линия у лица. Так как мы с вами стригли за ушком, у нас с вами должно быть одинаково. Нижняя окантовочная линия над ухом, то есть виски, должны быть одинаковые. Только у лица должна линия меняться. И вот здесь вот обязательно смотрите внимательно. Здесь я соединяю свои линии. Помните, у нас макушечная зона была длинная. Я простригала все к центру. Вот таким вот образом я ввожу и соединяю два блока. Височный и макушечный. Вот обратите внимание, видите, у меня хвостик. И я соединяю два блока между собой. Вот таким вот образом. У меня остается все равно удлиненный объемный затылок. Но ввела линии свои в виски. У меня поэтому вся стрижка, хоть и стрижем мы блоками, все переходящее. Вот я вам показываю, что у нас челка коса. И вы определяете самую короткую зону над глазом. Где-то у вас там должно быть. Может быть по тому, как распадаются волосы. Либо как клиент ваш носит. Вот это вот у нас с вами контрольная прядь. Берем с макушки нашу контрольную точку. Вот она, контрольная прядочка. Это определяет нам длину всей нашей вот этой простриженной зоны. И простригаем, подтягиваем уже все к ней. Как я вам показала на предыдущей картинке, контрольная наша прядь остается неподвижной. Все волосы попрядно слева и справа мы подтягиваем к нашей контрольной пряди. И получается такое как бы удлинение на левую сторону. С правой будет короче, с левой длиней. Делайте это все равно небольшими проборчиками. Подтягивайте для того, чтобы вам хорошо было видно вашу контрольную прядь. Чтобы не зарезать, чтобы у вас никуда ничего не ушло. Видите, я сама подтягиваю маленькими проборами. Вот сейчас я вам покажу, как выглядит у меня натяжение всего. Видите, у меня идет асимметрия. То есть я подтягиваю все волосы к своей контрольной пряди, которую я определила. Вот, все, посмотрели. И теперь я когда причешу, вы увидите, что у меня сразу создался эффект асимметрии у лица. Теперь нам надо с вами свести нашу топ-зону с височной зоной и с макушечной. Мы берем с вами уже простриженные ранние пряди с макушки и с виска. Вот, видите, я вам показываю. Появился треугольничек, но у меня есть две контрольные точки. Я вам их показала, обратили внимание. И теперь мы все прядки, все волосы с топ-зоны попрятно подтягиваем к нашей уже простриженной первой пряди. То есть первая прядь есть наша прядь Капе. Видите, я все подтягиваю к ней для того, чтобы мне сохранить удлинение у лица. С левой стороны, нет, какая у нас, да, с левой стороны, совершенно верно. Вот подтягиваете все. Вы свели эту зону с ранее простриженными блоками. На противоположной стороне мы с вами делаем точно так же, повторяем. Будьте внимательны, обязательно надо не забывать и проверять свою стрижку. Видите, вот так вот она у нас выглядит в мокром виде. Выравниваете все. Ну, я, видите, люблю по нескольку раз это делать, потому что я действительно, как бы, действительно делаю точные стрижки. И клиентам нравится, клиенты могут долго ходить, и они трансформируются в какую-то новую стрижку, но все равно хорошо ложатся. Дорабатываете все. Видите, я теперь натягиваю немного к центру, к макушке, для того, чтобы тоже плавно рассыпалось. Ну, и после того, когда вы свели все зоны, мы с вами дорабатываем у лица. Делаем окантовку у лица, то есть это называется у нас, оформляем челку. Также методом поинтинг мы с вами срезаем зубчиками, для того, чтобы форма была не топорная, а достаточно легкая. Длину, конечно же, вы определяете. Ту, которая идет к клиенту вашему. Ну, или по желанию. Ну, я вам не рекомендую стричь впрок. Косые челки, они очень удобные в носке, они все-таки мешаются и отрастают меньше, чем прямые там челки, достаточно массивные. Она легко сдвигается в сторону, ну, и получается, меньше, конечно, мешает. Обязательно проверки делайте. То есть у вас длина височков должна быть одинаковая. Это все равно получается, если у вас асимметричная стрижка. Да, вот в данной моей стрижке у меня асимметрия только на челке у лица. А, соответственно, нижняя зона, то есть нижняя окантовочная линия, у меня все одной длины. Что слева, что справа. Поэтому обязательно все проверяйте. После этого мы с вами подсушиваем волосы феном. Где-то у нас получается, оставляем мы влажность процентов, может быть, 15-20. И после этого берете брашинг и направляете волосы в нужном направлении, да, укладываете, чтобы красиво смотрелось. Потому что дальше у нас с вами уже будет доработка на сухую. Дальше мы с вами будем облегчать нашу стрижку, делать более рваненькую ее, более структурную. То есть придадим, это так называется, движение. Многие, когда смотрят мои работы и злорадствуют, наверное, скажем так, они говорят, и где же здесь креатив? Любимые мои ученики, я вам еще раз напомню, что такое слово креатив. Креатив – это творчество. Если вы научитесь соединять формы, то любая стрижка у вас будет называться креативной. Креативная стрижка – это именно полет вашей фантазии, это выдумка мастера. Поэтому, как правило, сейчас мы не имеем названия стрижек. Мы для каждого клиента придумываем свою индивидуальную стрижку. И это называется именно креативной стрижкой. Не забывайте, пожалуйста, это. И как бы вы не извили мне по поводу, где же здесь креатив, это и есть креатив, это творчество. Я не делаю ни одной стрижки по шаблону. Да, то есть я не машина. Любая стрижка у меня индивидуальная, то есть творческая. Я подхожу к каждому клиенту. У меня нет повторяющихся работ. Так что, если вы посмотрите, обратите на это внимание. Даже если я буду стричь одну и ту же стрижку, она будет выглядеть по-разному. Потому что я все время вношу какие-то нюансы, какие-то элементы для каждого клиента свои. После того, как мы с вами подсушили волосы, как я и обещала, мы с вами дорабатываем. Метод называется Point Cut на пальчиках. Видите, я облегчаю все простреженные зоны. Посмотрите, обратите внимание, куда я натягиваю, как я натягиваю. Вы увидите сразу же даже, что стрижка у меня действительно, видите, разноуровневая. Все везде, не пропускаете нигде, проходите. И когда вы уже отфилируете, потому что этот метод у нас, это метод филировки, вы должны также будете прощупать все зоны для того, чтобы у нас масса была одинаковая. Чтобы вы нигде ничего не забыли. Чтобы не было так, что с одной стороны масса большая, с другой стороны лысенька стала. Все у вас должно быть равномерно. Как видите, макушечную зону я все подтягиваю наверх к макушке. Вот обратите внимание, для чего это делается. Таким образом вы создаете самую, скажем так, пушистую и объемную макушечную зону. То есть сверху вот эта маковка, которая у нас раскладывается по кругу, она самая объемная и пушистая. Если вы будете подтягивать к ней все и будете филировать именно так. Я вам рекомендую этот метод обязательно, потому что будет просто, правда, реально красиво смотреться. Ну и затем я перешла уже к филировке на расческу. Потому что здесь уже изгибаться не очень удобно. Что на пальчиках, что на расческу. Один и тот же эффект, если вы держите правильно ножницы и расческу. Как вы видите, у меня ножницы идут параллельно. То есть они входят в прядь. То есть они являются продолжением пряди. Ну и также у нас с вами доработка слайсингом, скользящим срезом. Используйте все методы филировки, такие, какие вам нужны, те и используйте. Я не люблю работать филировочными ножницами. Мне не нравится филировочный срез именно на женских стрижках. Мужские стрижки для тушевки, филировочные ножницы, прекрасно подходят. Поэтому не отказывайтесь от них. Они всегда, конечно, нужны. На женских стрижках я работаю исключительно прямыми ножницами. Все дорабатываете, все красивенько у лица. Дальше у нас с вами будет уже укладка. Вы можете использовать гель, лак, там все что угодно можете использовать. Это я вам так просто накидала. Но перед тем, как вы будете использовать лак, там и гель, вы обязательно сдуйте мелкие волосы со своей клиентки. Потому что после филировки остается очень много мелких волос. Я на этом с вами буду прощаться. Жду вас всех на обучение. Пишите, не стесняйтесь, задавайте мне вопросы. До встречи. Я вас всех, конечно же, люблю. И спасибо вам большое, что вы смотрите меня. Подписывайтесь на мой канал. Я всегда очень рада и благодарна вам за то, что вы меня поддерживаете в моих работах. Мне очень приятно общение с вами. Даже отзывы, которые вы пишете мне, негативные. Ну, я, конечно же, их рассматриваю и стараюсь исправляться и делать лучше по вашему желанию. Пишите мне свои пожелания еще о том, что бы вы хотели посмотреть, да, чему бы вы хотели научиться. И как будет у меня подходящая модель для вашего желания, я вам обязательно сделаю съемки. Также вы мне напишите, если вы хотите, мы с вами можем решать задачи. Я могу вам набросать несколько задач, и вы должны будете мне потом присылать, как бы, на них ответы. По колористике имеется в виду. Так что вам, если это интересно, тоже мне пишите. Я с удовольствием займусь этим. Потому что задача, как правило, это сложно решать. И мы решаем тогда, когда мы с вами обучаемся. Ну, если у вас есть желания, я могу и просто их набросать для вашего, скажем так, развития. Именно для зарядки ума, чтобы вы не скучали. Так что пишите мне по любому поводу. Спасибо вам еще раз огромное. Я всех еще раз повторю, люблю. Так что хорошего вам всем дня. Пишите, звоните, жду.